ребята привет дождались мы очередную новинку от фирмы halfmatic из линейки механических машинок давайте посмотрим в чем она приходит модель называется halfmatic 1с в мешке в коробке немножко пометая конечно пришла буклетик такой но не буклетика просто картонка и пенопласт пенопласт защищает машинку только сверху с боков снизу она не защищена ничем так что вот при получении смотрите на корпус потому что он не защищен значит здесь комплектуется только ёршик шомпол отделение есть для запасных резинок но у меня в комплектации их не было это обидно машинки ручка расположена по принципу как у французов горизонтальное вращение не вертикальная а горизонтальная значит машинка по размерам очень большая давайте посмотрим по соотношению с минькой powermatic mini вот так вот потом halfmatic 2 то есть она гораздо больше она практически такая же как модель у них гидравлики это больше гидравлики вот она даже по ширине шире и по глубине практически одинаковая сейчас сведу вот так вот но она длиннее чем гидравлика машинку относительно увесистая но гидравлика потяжелее конечно потому что там шоссе полностью металлическое а здесь но я подготовил разобрал чтоб нам времени терять давайте посмотрим значит нигде голографических пломб нету под которыми находятся винты крепежные серийный номер лазером выгравером на металлической ручке горизонтальной поворотной здесь серийный номером машинки давайте вскроем и посмотрим что находится внутри давайте автоаппарат возьму вот что мы здесь имеем значит движение ножа производится шестеренками шестеренки сделаны довольно таки из толстой пластмассы вот смотрите как происходит движение вот подача ножа шестеренки но но не такие мощные довольно таки здесь значит что мы видим каретка ходит по направляющим здесь их две штуки металлические валы это не трубки металлические валы значит сейчас покажу значит происходит движение возвратная пружина упирается в шестеренки начинается движение движение подшипника и как только он попадает в паз начинается движение каретки по направляющим значит сама каретка это пластмасса но я постучал пластмассовый звук здесь латунные латунные вставки потом значит здесь сделано два отверстия шплинт забит этот шплинт нажимает и отпускает гильзу вот значит если бы они вот это отверстие сделали бы вот сюда и можно было бы шплинт переставлять тогда бы это было очень удобно для использования разной длины фильтров в гильзах а зачем сделан удаленный вот это отверстие для шплинта я не пойму я бы согласился если бы отверстие было где-то в металле еще вот здесь можно было шплинт переставить вот так машинка сделана очень добротно очень добротно я позабивал на ней она беззвучно работает очень тихо и плавно значит направляйте куда саморезик и вкручивается такой нет и не сильно толстые не тонкий нормальный то есть саморезе ки вкручивать без фанатизма вот их 4 штучки всего по периметру здесь еще две направляющие для совмещения корпуса значит основание где ножик ходят это пластмасса но пластмасса дебелла хорошая пластмасс здесь весь механизм накрыт металлической пластиной металлической пластиной ну вот не вот это решение понравилось у французов было движение рассчитано на 6 осей вращения рычажно складная система она мне не очень нравилось а вот это вот интересно чтобы давать я сейчас быстро соберу все и мы позабиваем разные гильзы посмотрим на что она способна сейчас поставлю сейчас быстренько беру главное это толстая пластмасса хорошая такая на четырех саморезиках и четыре резиновые пяточки я наживлю только две штучки это они никакой нагрузки не несет это крышка нижняя так что без фанатизма закручиваем чтобы там не провернулась ничего сейчас давать и на 4 я уже потом не разбирал эту машинку сильно не надо тут никакой нагрузки не несет резина толстая квадратики такие ножки они нас с клевым слоем на двусторонним скотчем так что нормально держится так теперь теперь сопла сопла здесь 6 целых четыре десяток миллиметра так вообще незначительно магнитится но ферритом совсем незначительно ножик ножик магнитится причем вот слышите он сильно магнитится в гидравлики не магнитится гидравлики 2 не магнитится а здесь вот здесь магнитится значит из какого-то металла сделано будем надеяться из крепкого вот пришлёпывается ручка не магнитится это силумин силумин конечно могли бы уж что-нибудь вот как гидравлики сделать такой поддончик было бы намного удобней а так здесь бункерочек маленький придется часто подкладывать ну ну что-нибудь надо будет думать может быть инженеры на заводе придумают не знаю ну что значит по гильзам по гильзам Dark Horse Slim 20 мм маскоты 20 мм фильтр 7,1 это компакты потом Dark Horse Super Slim диаметр 6,5-6,6 фильтр 20 мм но гильзы длиннее чем Slim на 3 ну 3-4 мм длиннее они почти как King Size по длине ну и корона стандартная белая давайте с короны начнем что ли значит табак саусированный саусированный вот жму со всей силы он вот так комком комком и упал он влажный влажный табак давайте попробуем влажноватый табак конечно ну ничего страшного с короной с короной 80 мм длина ручку отводим до конца туда назад чтобы камера табачная открылась ну и забиваем сильно не надо трамбовать вот мне что вот если бы она была чуть-чуть потяжелее смотрите если в китайских в китайских машинках нужно было вот так вот еще пальцем прижимать то здесь ну может быть у меня такое еще покрытие на столе что оно не не скользит гильзы слим но они 6,8 они болтаются конечно вот смотрите спокойно вот спокойно беззвучно машинка работает очень беззвучно мне понравилось мягенькая тихая и никакой нагрузки вообще нету вот в отличии от китайской где рычажная система здесь нет нагрузки так давайте будем разрывать машинка бьет до конца вот смотрите сейчас я возьму вот фильтр начинается здесь где-то фильтр 17 миллиметров наверное 15-17 сейчас я разорву здесь над этим ну как и все ховматики машинка бьет до конца хорошо без всяких вопросов равномерно вон здесь даже нет в конце не вытащит табак давайте эту разорвем посмотрим я корону не очень люблю она горчит бумага я чисто для обзоров держу держу гильзы чтобы показать что бьет вот смотрите вот все до фильтра давайте разорву парни парни просто великолепно смотрите я подержу руку чтоб не это не грохнулось на пол смотрите какая колбаса сформированная как четко все я никакой нагрузки не чувствую она даже я бы даже сказал что она ручка это намного меньше усилий даже чем в гидравлике вот как ни странно как ни странно давайте давайте слимы бархорсы но выпуск этих сигарет представитель польской фабрики биста написали что выпуск их прекращен это остатки на складах где-то у нас в магазинах может и есть и они будут выпускать только супер сливы размер шесть с половиной или шесть и шесть точно не знаю но они нормально лезут на машинку но они длиннее в размере я еще сам на старых запасах сижу сильно сильно не трамбуем но я могу без ручки я просто вот здесь попридержу чуть-чуть вот она вообще без всяких этих каков без без напряга идет просто мягко сейчас разорву покажу бьет тоже до фильтра бьет тоже до фильтра вот фильтр видит табак упертый фильтр сейчас разорву вот смотрите все до фильтра все до фильтра хорошо блин я не ожидал от горизонтальной ручки такого эффекта мягкого честно скажу вообще класс и по плотности больше не надо даже торчит молодцы китайцы молодцы давайте как фабрика получилась давайте разорвем посмотрим так вот все до фильтра плотненько хорошо разорву покажу ну высыпалась конца сигарета а так вот все плотничком все нормально так что у нас там давайте компакты и на закуску суперслим сначала компакты вот вот ну какой-то тут просится какой-то контейнер потому что мало бока бока так это 7,1 фильтр где-то 18 миллиметров у них фильтр но это конечно сильно болтается очень сильно вот потому что диаметр большой забьет забьет нет желательно поплотнее сейчас я попробую еще поплотнее натрамбовать так то в принципе он сейчас расширится там ну для меня это мягковато конечно ну сейчас сильно трамбовал вот ну переборщил это конечно плотно переборщил вот она ну как бы на пределе уже тянуть будет тяжеловато давайте посмотрим так ну тоже все до фильтра сейчас покажу разорву вот все до фильтра все тики-тики так давайте давайте эту разорвем вон она уже полежала чуть-чуть она расширилась ну вон смотрите вон все до фильтра вот сейчас у меня оторвался просто фильтр вон все как до фильтра все четко так и теперь по супер сливам они по сравнению с обычным сливом они в диаметре тоньше а вот по высоте видите насколько длиннее табачная камера и получается что либо мы значит табачная камера рассчитана на слим ну и на компакт а это длиннее табачная камера в гильзе а здесь как бы значит что делать либо мы табак раздвигаем по бокам по бокам раздвигаем вот чтоб она до конца добивала либо либо для удобства для удобства мы из кембрика из кембрика делаем вот такое колечко такое колечко наискось его отрезаем чтоб не мешало прижиму гильзы и чтоб нам каждый раз не целится не доставляя гильзу мы одеваем вот это колечко и у нас получается что мы сейчас покажу что мы каждый раз как бы недоодеваем гильзу это колечко мешает до конца одеть и теперь можно забивать ровно не распихивая не распихивая по сторонам вот но она и здесь будет нормально как бы у фильтра давайте я сейчас разорву покажу вот смотрите это супер слим лезет нормально на это сопло значит ну конечно если будет замят край гильзы там она будет проблематично одеваться но я немножко одеваю как бы вот с этого угла с острова и потом разворачиваю сюда и она одевается без проблем ну она люфтик есть небольшой ну ну нормально в общем я не знаю как американавиатор это эта же фабрика бисто будет она выпускать слим формат или тоже перейдет на супер слим ну не знаю я отвечаю только за даркхорс вот значит мы чуть-чуть к примеру недодеваем чуть-чуть недодеваем ну давайте я покажу просто упс поршень выходит как и в гидравлике миллиметра на четыре за край сопла это прекрасно потому что когда идет движение обратно мы краем сопла задерживаем табак в гильзе видите он задерживается и табак не залезает вовнутрь сопла и не мешает последующему одеванию мне нравится когда поршень выходит за край сопла прекрасно вот казалось бы длиннее а звезд даже обрезать пришлось так мокрый табак бьет отлично отлично и без всяких я говорю даже машинку не держал давайте рвать смотреть так ну вот вот до фильтра до фильтра до фильтра вот смотрите все четко я уже сам перешел на этот на супер слим ну ладно ребят вроде такое кратенькое но это не буду уже рвать себе оставлю давайте еще закрепим результат обычным слимом вот смотрите как и вот придерживается краем табак придерживается чтоб он не вылезал из гильзы и не залезал туда пожалуй пожалуй я эту машинку себе оставлю мне что-то она зашла беззвучная тихая тихая классно классно вот мягче чем гидравлика ну ладно посмотрим как будет работать посмотрим ну так вроде ничего да тем более за такие деньги ну ладно был рад кому видео понравилось через пару дней машинки появятся в Москве через пару дней пока только на зоне с доставкой из Китая ну кому не втерпешь через через пару дней в Москве начнут продавать ладно всем пока